здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор путин выступил на валдае там было около четырех часов его замечательная речь которую я с большим трудом просмотрела и как минимум за это вы мне просто обязаны поставить лайк в этой речи я обнаружила некоторые сигналы тела которыми хочу с вами поделиться поэтому я не буду затягивать и выражать свое мнение по поводу происходящего я все вам покажу наглядно давайте приступаем первый фрагмент сегодня ну так было уже наверное сегодня в предыдущие дни когда вы дискутируем между собой то есть видите вот здесь он говорит от себя и с эмоциями и все такое а теперь дальше следующая часть его речи ну здесь как раз хотелось бы побольше эмоций но к сожалению эмоции мне лично не хватило для того чтобы поверить в то что он будет сейчас говорить будет сегодня так будет и впредь потому что перед нами стоит по сути задача строительства нового мира видите челюсть держит низко естественно да он читает но вот именно вот эти слова ему желательно было бы произнести ну без без бумажки до или или как-то повторить или как-то на этом акцентировать внимание потому что на самом деле ну можно сказать что это самая главная мысль вообще его выступления что он собирается быть строителем нового мира но я увидела что в этом смысле он совсем не уверен не воодушевлен читает как-то очень заурядной и по рабочему что называется а далее вот смотрите сжимает рот подбородок удивляется отвращение на таких то есть я вижу что ну вот по поводу строительства нового мира он совсем в этом не уверен и не воодушевлен дальше определяющих этапах роль и ответственность таких как вы уважаемые коллеги а вот здесь у нас идет отталкивание локтем отталкивание локтем говорит о неприязни человека в отношении того в отношении кого он говорит да и к интеллектуалам должна отметить он относится довольно неприязненно старается держать их от себя подальше это вот по поводу отталкивания локтем дальше интеллектуалов чрезвычайно велика был момент когда видите а старается держаться от них подальше но это для него и сила смотрите он как раз после этого расширяется телом то есть это сигнал того что я вас не уважают но я вам ну я вас использую для того чтобы усиливать себя на то есть вот такой посыл его сигнала тела ваш покорный слуга просто высказал предположение может быть нам и в нато что видите а здесь вот по поводу вступления в нато меня смутило как он это сделал рукой дело в том что когда есть какое-то четкое предложение она выражается всегда в четких жестах да и как правило эти жесты прямые но если же в этом предложении существует какая-то вот такая вот схема где надо что-то обойти где-то что-то схитрить или ну схемичить что называется вот в этом случае получаются вот такие вот непрямые жесты да вот иллюстрирующие то что человек предлагал поэтому что касается его предложения вступления в нато видимо это предложение содержало в себе какую-то кривую схему я не знаю что там было по-настоящему и возможно что со временем кто-то вспомнит вообще и опишет эту ситуацию как путин предлагал вступать в нато но там явно с его стороны была вот какая-то схема вот это вот очень важно а дальше при этом челюсть он держит низко лукавый взгляд он подтверждает то что схема была очень очень какая-то витиева то я значит ну тут какое-то ловкачество присутствовала и возможно поэтому и не вступили в нато что вот что-то он как-то мутил сам по себе надо но вот 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 это вот описание он он сам получается описывая дает нам понять что это было не совсем скажем не совсем корректно не совсем прямо и прямо линейно вот так вот не совсем прямо линейная схема была видите как играем лицом при этом да ну вот вот прям не знаю пить но нет надо такая страна не нужно нет но и смотрите получается с его стороны какая-то схема такая вот витиева то я да а дальше он описывает что в общем-то нато это не подошло просто хочу еще то мы 1000 видите а дальше он идет и расширяется расширяется это значит пошла его власть пошла его сила при вот когда путин расширяется я уже много раз просто его разбирала сейчас не хочу собирать все эти фрагменты вы прекрасно знаете если вы смотрели мои ролики если не смотрели посмотрите обязательно да но вот когда он расширяется это значит он чувствует силу вот в этом моменте да и получается когда его в нато не приняли он почувствовал свою силу на своей территории то есть теперь уже против нато теперь уже ну вот получается карты раскрыты и дальше ну вот он он уже демонстрирует свою силу как он может ну отомстить за то что не взяли то ли что мы уже вот свои извините как у нас народе говорят буржуинские чего еще противостояния идеологического больше нет в чем проблема видимо проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим на постоянное нарастающие военно-политическое давление видите вот локтем отталкивает по поводу военно-политического давления он его отталкивает здесь подтверждаю что ему это не нравится приходится отвечать где бы ни произошло всегда мы тут же слышим все мировые средства подчиненные но прежде всего конечно англосаксонского мир видите вот отталкивает локтями облизывает губы вот сейчас замедленной съемки видите как локтями отталкивает и облизывает губы то есть держитесь от меня подальше но все-таки это довольно вкусная вещь о которой я рассказываю сейчас мы посмотрим что за вещь но все держат англосаксы в руках то есть не нравится что держат англосаксы но действуют они ну вот довольно вкусно для него вот видите облизывает губы хорошо можно мозги извините замы локтями опять отталкивает до бетон запудрить миллионам людей видите а здесь он чувствует силу и вот это вот расширение как раз и и говорит о том что он сам этим пользуется запудрить мозги в миллионам людей где-то я это уже слышала где-то я это знаю уже да и облизывает губы и действительно он сам этим пользуется по полной программе мы все прекрасно это знаем поэтому идем дальше я обещала меньше всего своих эмоций поэтому которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации видите отталкивает локтем по поводу средств массовой информации вообще послушайте все и сторонники и противники путина не смотрите уже этот телевизор особенно российский вот что в общем то я даже не собру сейчас и никак не не притяну ничего за уши он сейчас говорит о том что кто смотрит средства массовой информации у тех запуты за тем запудрили мозги поэтому имейте в виду и не смотрите пожалуйста телевизор особенно российский вот так вот я все-таки добавлю от себя ну это знаете что происходило на протяжении девяти лет видите а когда начал говорить и локтями оттолкнул то есть ему это не нравится бомбили стреляли танки применяли война натуральная война против донбасса бы развязан и никто не считал погибших детей на донбассе никто в других странах особенно на западе не плакал по погибшим но что касается этой информации конечно же сейчас он ей оперирует да но при этом он не является здесь никакой стороной он старается от этой информации держаться подальше то есть вот это вот локтями отталкивает ему эта информация совсем не нравится и он предпочитает от нее держаться подальше он не в этой ситуации вот к чему да то есть он вот от этой информации отталкивается да вот эта информация предположим где-то рядом да и он локтем как бы отталкивает чтобы она не подходила то есть он не из потерпевшей стороны это обсуждает ада теперь следующий фрагмент а мне очень понравилось прям давайте посмотрим сразу перешли к украине сегодня по моему в испании начинается большое мероприятие европейское туда поехал владимир зеленский или и посмотрите как коленями них важных людей жест коленями честно говоря мне показал отношение к зеленскому на словах про зеленского колени вместо того чтобы расшириться это дел делает обычно человек уверенный и при упоминании о другом человеке в отношении которого человек человек чувствует себя уверенно у него колени будут расширяться особенно у мужчины для мужчины положение колен то есть насколько у него разведены ноги говорит о том насколько мужчина в себе уверен это понятно что есть правило приличие неприлично там ноги сильно расширять и так далее но вот в данном случае человек сидел ровно и ноги вместо того чтобы вот при упоминании его это зацепило и вместо того чтобы развестись ногам то есть показать свою уверенность относительно этого человека они сошлись это признак того что он чувствует свою неуверенность перед этим именем он по сути боится зеленского вот что для меня было очень важно поэтому можете прям еще раз прокрутить это место и насладиться этим моментом то есть тело ну сразу первую реакцию дало на фамилию зеленский и это реакция я считаю что верно обсуждается вопрос продолжение поддержки украины да но вот надеюсь вы насладились этим жестом теперь идем дальше а значит следующее ну самые главные проблемы путина просто я не знаю вот вот пожалуйста он вам озвучивает и снабжает эти проблемы своим жестом вот по поводу шеи шею мы с вами помним что вот здесь вот у нас лежит груз ответственности за все что мы на себя взвалили и давайте посмотрим груз ответственности проблемы трудности вот это вот все мы олицетворяем когда трогаем себя вот здесь да поэтому давайте смотреть что в этом году что для путина самое сложное на в данной ситуации вот идет и своего люди гибнут все такое да но что самое сложное 0,5 и то только за счет южных стран за счет италии и испании которые показали несколько небольшой рост мы вот вчера с экспертами с нашими этом говорили этот счет я думаю что и рост в италии испании прежде всего связан с ростом цен на недвижимость и с определенным подъемом туристического сектора ну да конечно на самом деле мы все прекрасно знаем что многие россияне просто уехали и постарались осесть где-нибудь в южных странах многим пришлось просто покинуть свой дом вот и все и да действительно и для него эта проблема он эту проблему дальше озвучит но вот так он как бы до проблема действительно что западных странах недвижимость подорожала экономика скажем с юных штатов она растет 2,4 процента экономика европы в рецессию уху уже ушло видите сжимает губы подбородок скрываемые эмоции облизывает губы рот тянет в улыбку ну возможно что здесь он пытается радоваться или что-то еще ну по крайней мере скрывает эмоции это его очень трогает это ему очень я думаю нравится да но не нравится вот что недвижимость на ю на юге европы до подорожала и сша слишком хорошо развиваются вот это конечно безумное ему не нравится и в общем то понятно почему а теперь что касается куда мы идем вот здесь вот тоже был интересный момент который хочу вам тоже показать поэтому видите облизывает губы но вот обратите внимание после того как он сделал этот жест нижняя губа осталось чуть-чуть знаете не недовыдвинутой неестественно осталось под губой то есть она немножко зажата вот в тех случаях когда у губы нет потенциала для того чтобы выдвинуться обратно это значит что человек подавлен подавлен он но получается нижняя губа челюсть это про движение вперед да и когда человек говорит о каком-то продвижении вперед то у него соответственно ну даже вот я сейчас с вами разговариваю у меня нижняя губа я прям чувствую как работает идет вперед да и челюсть я прям даже наклоняюсь для того чтобы вам донести какую-то мысль но в данном случае видите губа осталось немножечко под верхней губой дай мне до выдвинулась дальше смотрим у нас есть свою пониму видите а кивок до слабый но не что и как двигается мы понимаем сейчас подождите вот вот это хочу вам показать еще раз давайте еще раз посмотрим этот фрагмент потому что я сама немножко пропустила то что хотела вам показать вот поэтому видите вот губа немножко осталось осталось у нас есть свою пониму кивок как бы да но качает головой нет да то есть у нас есть свое понимание куда мы движемся но при этом все таки я ему здесь не верю понимаете что и как двигается мы понимаем где и что нам нужно сделать где что нам нужно добавить спокойно идем а здесь вот говорит о движении как бы вперед но при этом жестом показывает что он не идет вперед а он наоборот осаживает то что возмущается да и вот это все он держит под контролем вот это для него символ успеха вовсе не движение вперед здесь человек который говорит о движении вперед но на самом деле его мысли о том чтобы это удерживать то что есть под контролем а не двигаться вперед вот видите я надеюсь уже несу надеюсь вам азан не мешает потому что вот он включился я не хочу прерывать запись в цели и уверен мы их добьемся смотрите как он сказал добьемся да в общем то здесь все как и раньше все непонятно значит по нижней губе понятно а есть понимание качает головой нет нет и и значит идем к достижению своих целей на самом деле речь идет о том что мы пока сдерживаем ситуацию вот это сказала его тело а не двигай они мы идем какой-то цели еще что то то есть его задача просто тупо сдержать ситуацию чтобы ничего не произошло вот и все поэтому они не ищите тут какого-то двойного смысла и каких-то действительно стимулов к тому что там есть какое-то развитие там его нет совершенно адам а следующий фрагмент но это вообще гениально и по-путински и вообще вот знаете мне кажется в учебниках по манипуляции он займет свое место потому что вот все его выступление там манипуляции на манипуляциях я об этом даже говорить сейчас не хочу потому что это займет много времени а вот что касается выставить одну и ту же информацию под разным ракурсом это просто он делает блестяще равных ему нет я должна просто вот за это номинировать его на то чтобы где-нибудь поставили ему памятник как самому ловкому манипулятору давайте посмотрим у нас рекордно низкая безработица три процента установилась стабилизировать у нас есть то есть это достижение он сейчас это озвучивает как достижение но проходит минут десять и вот его выступления там буквально чуть-чуть времени проходит и дальше уже под другим соусом это самая информация проблемы в том числе они касаются дефицита рабочей силы это да но за этим следует или некоторые другие вопросы ну то есть получается все-таки безработица да так гениально это просто гениально да но и мы прекрасно понимаем механизм этой безработицы просто он уничтожает трудоспособное население изо всех сил и хочет чтобы кому-то было работать да действительно безработицы низкий уровень потому что на рабочих рук и реально перестает хватать да но но вот видите одна и та же информация подана под разным соусом и вроде как заслуживает поддержки до поддержки от сторонников до каждый услышал что захотел поэтому а те кто беспрекословно верят этому человеку могут продолжать это делать вы выбираете любой вариант до либо уменьшилась безработица либо не хватает рабочих рук ну в общем все это для вас позитивно все так что если кто-то захочет своими ручками написать комментарий по этому поводу пожалуйста напишите да вот что вы считаете по этому поводу потому что может быть я слишком негативно смотрю на эту ситуацию но я вижу что ну происходят чудовищные вещи ну ладно а в общем давайте дальше теперь по поводу окна вообще конечно заготовочки у него полно заготовочек подготовился прекрасно вообще ведет это все целых четыре часа выступал вообще должна отдать должное вот в этом плане он он конечно красавчик да вот вот пудрить мозги красиво выступать вот эти способы манипуляции способы навести какие-то диалоги это просто вообще знаете мне кажется когда он там отсидит свое положенное время в гааге он сможет вести тренинги по этому делу потому что ну блестяще в этом смысле вот мне прям даже нравится нравятся его пилочки да давайте включаю фрагмент великий открыл окно в европу окно да вот по поводу петра первого и окна в европу интересно было тоже послушать что он по этому поводу думает европу смотрите сжимает губы опускает голову рука к виску в виске находится оперативная память это заготовочки которые мы делаем перед выступлением какие-то шуточки какие-то ну вот то что у нас вот прям в оперативной памяти оперативная память это вот и знаете когда вы в компьютере работаете нажимаете какой-то объект и нажимаете контур c это значит вот это сохранилось в буфере обмена да вот я чтобы вы понимали насколько эта информация вот если человек трогает виски это человек хочет взять информацию из буфера обмена вот в этом контур c вот эта информация которую мы захватили вот она держится какое-то время да и мы можем ей оперировать вот это самая ближняя информация например вот в другие части лба вот если вот здесь вот человек трогать то он пытается комбинировать какие-то моменты для того чтобы что-то новое создать а вот здесь вот находится та информация которая в буфере обмена вот чтобы вы понимали да это вот здесь и сейчас как на рабочем столе вот когда вы что-то делаете вы кладете на стол то что вам необходимо для работы и вот он со стола просто берет ту информацию которая была рядом давайте посмотрим какая заготовочка нас ждет вы знаете сейчас вот коллеги говорили мир меняется и лазить все время в окно туда-сюда штаны себе рвать не самое лучше занять суверенитет имеет то есть заготовочка аплодисменты пожалуйста да а теперь у нас еще один интересный же смотрите указательным пальцем а значит это указание здесь у нас уголок рта а уголок рта вообще рот это захватническая деятельность это для тех кто у меня на канале не так давно я неоднократно говорила что рот это отверстие через которое в организм поступает еда и чем больше человек стремится увеличить свой рот тем больше он хочет чего-то захватить он видит конфетку для себя и хочет захватить если он акцентирует внимание как раз на уголках рта а как раз именно за счет расширения уголков рта мы можем расширить свои аппетиты соответственно если он здесь держит руку он как бы придерживает свои аппетиты но знает что это можно расширить да то есть вот этот жест говорит о том что а при правильном подходе я бы наверное расширил свое влияние здесь да а значит и облизывает еще губы многовекторные измерения вот мы почему все время говорим я всеми говорю что россия не может существовать как несуверенные государства она просто перестанет существовать совсем потому что дело не только в вопросах военной и другой безопасности дело и в других составляющих вот чего с европой произошло ну то есть для него приоритетный вопрос россия должна быть суверенной максимально для того чтобы человек безоговорочно правил вот и все поэтому это ему так вкусно поэтому он все для этого сделает но в общем то поэтому нам сейчас вот это и продает да по сути это ему в его голодный ротик пища и он ее нам сейчас продает как как то что мы тоже хотим это попробовать она и естественно он коснулся пригожина да и там много всякой информации он в очередной раз слил и эта информация я думаю будет интересно потом уже когда весь мир будет наблюдать за судом за этим человеком но давайте посмотрим сейчас некоторые сигналы тела которые нам будут интересны в контексте этой информации теперь то мы знаем как с частными военными компаниями дело знаете у нас же это это было журналистка наименование частной войны ком а уже теперь журналистка и наименование вообще я здесь мимо проходил да ну в общем в россии нет частных военных компаний нож нет закона о частных военных компаний она же их не существует и не существовало значит тот опыт который был он и был таким корявым потому что не не существовало облизывает рот губы он не был основан на законе да он был вызван необходимостью текущей конъюнктуре но чего скрывать то это же всем уже хорошо известно деньги платили наличными как-то наличными честно говоря это и моя вина как я не мог себе представить что как это может быть честно говоря это только твоя вина если так разобраться но но будем дальше смотреть ну вот сейчас мы видим что происходит на линии соприкосновения российские войска уверенно смотрите а вот что касается линии соприкосновения с большим трудом вытягивает из себя слова и давайте посмотрим дальше себя чувствует да ну то есть смотрите досада челюсть опускает вниз взгляд под ноги поджимает губы облизывает губы качает головой нет отталкивает локтем то есть совсем все не так радужно как он хочет нам сказать видите на линии соприкосновения все очень плохо говорит его тело то есть видите и локтем отталкивает ну вы увидели да я надеюсь если что прокрутите обратно этот фрагмент и посмотрите за его телом вот именно вот вот все жесты говорят о том что все плохо дальше видите как ну и тут тут правда приступ кашля я не знаю кстати вот что касается его позу он постоянно вот в эту сторону наклонен а прям мне показалось это довольно болезненным а кроме того кашляет но знаете многие хотели бы но пока пока у нас не порадовал да а что называется но давайте идем дальше управление двигаются вчера вот на по всей линии соприкосновения видите локоть придвинул корпусу но речь то идет о расширении понимаете он бы должен был либо расшириться телом либо локтем точно не придвигаться когда человек придвигается локтем это значит он теряет свою уверенность он теряет место в пространстве он убирает свое тело из пространства освобождает пространство от своего тела и это говорит о том что он не чувствует что он имеет право занимать это пространство в каком случае в том что человек не уверенно себя чувствует поэтому здесь вот видите вот локоток на 12 участках просто не обращаю на этого такого фундаментального внимания но это имеет значение наде ну да мы совсем не обращаем на это внимание мы только туда людей загоняем до 12 направлениях продвинулись где-то нам на триста четыреста пятьсот на двух участках 1500 1600 метров на глубину но это называется просто улучшение своего положения на поле боя том числе и стоит но как-то очень не уверенно он это все описал нам что мне лично но меня не убедил совсем компании которые упомянули ну и чтобы смотрите а это по поводу пригожина смотрите как он прям отгораживается от него не просто отталкивает локтем он еще и снимает с локтя то есть это вообще просто жест такой говорящий о том что вообще уберите от меня вот это вот вот прям вообще чтоб ко мне это не прикасалась эта информация то есть вообще вот знаете такое отгораживание и дистанцирование ну естественно понятно да тема же я знаю наверняка висит в воздухе вопрос на что случилось с руководством компании так далее но видите локтем оттолкнул губы сжимает челюсть высоко облизывает губы на это по поводу того что же случилось да и здесь мы видим что действительно что-то случилось и это знаете довольно интересно ему это сейчас произносить потому что губы облизывает интересно вот как раз облизывание губ говорит о том что вот я хочу попробовать да хочу попробовать эту информацию она очень вкусной информации да я хочу вам ее дать попробуйте тоже то есть облизывание губ это вот как раз про то что интересно интересно да и при этом челюсть высоко до через сейчас давайте вот смотрите губы сжал и облизал и челюсть держит высоко не опускает видите перед этим локтем оттолкнул я думаю я катастрофе вот мне руководитель следственного комитета докладывал буквально на днях в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат внешнего воздействия на самолет не было и кивок да прям четко вы видите установленный факт видите и локтем избегает а информация какая результат экспертизы проведенные следственным комитетом российской федерации а значит лучше сюда не суйтесь это информация закрыта или ну то есть не надо вам сюда ходить вот это вот избегание как раз и говорит что держитесь от этого подальше я-то лично держусь от этого подальше стараюсь держаться от этого подальше но следствие не завершено да к сожалению наличие алкоголя и так беззаботно что-то не надо было не проверить и не проверить алкоголь на алкоголь но это просто ну ерунда какая-то я не знаю среди вас есть вот люди близкие к этому вот таким расследованием судмедэксперты там еще кто-то ведь наверняка в первую очередь берется именно проба на алкоголь и на наркотики в любых телах мне кажется так я не знаю поправьте меня если я не права но вот дайте мне свою оценку могло ли быть такое вот по правилам наверняка есть какая-то структура того что вот когда там появля вы проверяете тело да там скрываете и так далее в первую очередь вы берете какие-то анализы до или оставляете образцы или что-то еще но есть какая-то специфика работы да вот по пунктам вы выполняете какие-то действия для того чтобы это ну для того чтобы все структурировано сохранить но вот такое громкое дело и не взяли пробу но это просто и причем он так беззаботно об этом говорит такая случайность нет никакого удивления вот казалось бы если бы действительно это произошло случайно да он бы сейчас сказал ну вот там следователь не досмотрел еще что-то а он говорит как в порядке вещей да то есть не было взяты этого как образцов там да не было проверено на наркотики и алкоголь но в принципе ну а чё вам меня это устраивает да вот вот что говорит его тело очень спокойно очень вальяжно и это лучше вам не знать да или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась хотя мы знаем что после известных событий в компании в петербурге фсб обнаружила не только 10 миллиардов наличными но и на 5 килограмм кокаина но но повторяю еще раз на мой взгляд надо было бы провести такую экспертизу но она не была проведена ну вот то что что есть я вам сказал ну да он такой белый пушистый да и в общем то это какие-то злые люди не провели экспертизу а я-то в общем то очень хотел эту экспертизу да я даже расстроился только не доиграл расстройство огорчение свое да такой радостный такой веселый вот здесь как раз я ему прям верю в том что он весел бодр и жизнерадостен вот по поводу этой информации да ну в общем то на этом мои мучения я думаю заканчиваются я еще раз прошу прощения но четыре часа я это смотрела для того чтобы сделать вам этот разбор поэтому я заслуживаю как минимум лайка кроме того напишите свое мнение в комментариях вообще что вы по этому поводу думаете кто как и я посмотрел все четыре часа напишите свои отзывы ну если есть такие кстати если есть такие дайте мне знать об этом в комментариях да ну что еще не забывайте подписаться на канал если вы здесь впервые случайно зашли на это видео мы делаем невербальные разборы людей и делаем выводы что на самом деле они говорят не говорят а думают читайте невербальные сигналы тела и будет вам счастье вот мне часто мои подписчики пишут что сейчас благодаря моим вот этим разборам они стали внимательнее наблюдать за окружающими и очень много узнавать поэтому присоединяйтесь к нашей команде к нашим вот к нашим разбором подписывайтесь на мой канал если ну в общем все я вас очень сильно люблю до новых встреч пока пока